Следующим этапом, который мы должны выполнить, это найти для каждого реберного кубика пару, и нам эту пару нужно состыковать. Например, у нас вот оранжевый и белый, вот он находится здесь, у нас оранжевый и белый здесь. Значит, нам их нужно состыковать. Значит, как их состыковать? Вот, оранжевый, один кубик ставится на правую нижнюю часть, центральную, и второй кубик мы пытаемся поставить на левую верхнюю часть, чтобы потом их совместить. Итак, кубик находится здесь, мы его ставим сюда, левую верхнюю центральную часть, и дальше их совмещаем. Вот, у нас временно разрушились все центры, и чтобы их восстановить, мы отводим в сторону, заменяем в стороне на первую попавшуюся парочку, которая не собранная. Возвращаем наш, возвращаем новую парочку на место, где до этого были наши оранжевые и белые, и возвращаем нашу грань обратно. Все, оранжевые и белые теперь стоят сбоку. И вот, следующее, скажем, красный и белый. Мы смотрим по всему кубику, ищем, где находится красный и белый, он находится здесь. Мы его подгоняем к тому месту, где оно нужно, вот, в левый верх сопоставляем, отводим в сторону, заменяем первопопавшимся, возвращаем обратно, и возвращаем обратно в обе стороны. Все, красный с белым, они также у нас совместились. Вот. Итого, таких граней получается 12. 4 на каждой стороне и 4 вдоль этого слоя. Как бы, данную формулу можно повторить 12 раз. Однако, данный алгоритм, данную процедуру можно немножечко ускорить. Вот. И сделать, чтобы все сделать не за 12 раз, а всего лишь за меньшее количество ходов. Итак, в чем будет заключаться эта разница? Что, когда мы совмещаем кубики, мы не только совмещаем наши, но и ищем не первую попавшуюся пару, а пару такую, чтобы на обратном пути у нас тоже кубики сходились. Итак, скажем, зеленый и оранжевый. Вот. Зеленый и оранжевый находятся рядышком. То есть, мы его подгоняем и ставим их напротив друга, чтобы они были. Мы их пытаемся совместить и сразу же запоминаем, что у нас здесь будет голубой и синий и оранжевый. Вот. Значит, мы их совмещаем. И мы помним, держим в голове, что на этом месте должен оказаться синий и оранжевый. Вот у нас синий и оранжевый. Мы отводим в сторону нашу парочку. И мы ставим не первый попавшийся цвет, а вот мы ставим так, чтобы синий и оранжевый оказался на месте. И мы когда возвращаем обратно, у нас получилась еще одна парочка. Вот. То есть, тем самым, как бы, количество ходов можно немножечко сократить. Итак. И дальше, скажем, зеленый и оранжевый. То есть, он как бы должен получиться здесь. Вот. Но тогда наш изначальный цвет придет. Отводим в сторону. Поворачиваем. Поворачиваем. Зеленый и оранжевый здесь. Зеленый и оранжевый здесь. Подгоняем. И запоминаем, что у нас уйдет. Оранжево-желтый. Оранжево-желтый у нас находится здесь. И он должен оказаться будет на этом месте. Мы отводим в сторону. Подгоняем сюда. Возвращаем. И возвращаем боковую грань. Вот. У нас сразу же получилось снова две пары. Вот. У нас осталось... Сколько у нас пар осталось? Одна, вторая и третья. Вот. Это очень хороший вариант у нас попался, когда всего три пары. И я сейчас объясню, почему. Потому что... Лучше я попозже объясню. Вот. Итак, сопоставляем красный-зеленый с красный-зеленый. Сопоставили. Туда ушла красная с желтым. Данное гнездо подогнали. Красная с желтым в нужное место поставили. Сопоставили. Ура. В конечном итоге, все сходится к тому, что или мы будем удачливы, и у нас сразу же все стороны соберутся. Или у нас могут остаться две парочки. Вот. Как здесь. То есть, мы не можем сопоставить. Потому что, когда мы только сопоставляем, у нас нет свободных пар, чтобы поставить сюда. Если мы подставим сюда собранную пару, у нас разберется собранная пара. Вот. То есть, здесь уже вот такая формула у нас не подойдет, чтобы вот сопоставить. И вот в данном случае, вот придет нам понадобится одна формула. Первая из трех, о которой я говорил, что нужно всего три формулы знать. И вот эта вот первая из формул. Значит, мы сопоставляем кубики. Чтобы они смотрели, чтобы одинаковые парные кубики находились на одном горизонтальном ряду. И что мы будем... Что данная формула будет делать? Когда мы сопоставим кубики, она перевернет вот эти два кубика друг с другом. И когда мы вернем обратно, скажем здесь, красный синим окажется внизу, и красный синим вернется сюда, к этому кубику. Значит, когда мы сопоставим, наша вот эта парочка реберных кубиков, она пройдет по треугольнику сюда, сюда, сюда и вернется обратно. Итак, формула. Д, Д большое, Д маленькое. Right. Front inverted. Поворот фасадной стороны против часовой стрелки. Верхняя сторона. Мы возвращаем, то есть, тем самым мы с правой стороны перевели на фасадную. Мы вернули правую сторону на место, мы вернули фасад на место. И наши кубики, они перевернулись. Вот. Еще раз быстро эта формула. Вот. Двойной низ, право наверх, фасад против часовой, вверх по часовой, вернули правую часть против часовой, обратно, вернули фасад по часовой, вернули обратно. Вот. И у нас кубики, если кубики стояли на одном ряду, они должны совместиться. Вот. Иногда может возникнуть ситуация, когда кубики стоят не в одном ряду, а по диагонали, как здесь, скажем. И в данном случае нам нужно тогда поступить одним из двух вариантов. Значит, мы или переставляем вот эти кубики. Значит, повернули сторону, повернули, повернули. И они у нас встали в нужное место. То есть, просто мы их прогнали по треугольничку. Вот сюда. Убрали в сторону. И вернули на место. Вот. Или же, когда у нас они стоят по диагонали, мы можем одну из сторон повернуть на два. Вот. На 180 градусов. И у нас обе парочки, они окажутся в рядах, в том же самом ряду, которым есть, но на 180 градусов. Не рядышком, а через 180 градусов. И формула в этом случае практически та же самая. Только первый поворот D не один, а два. Поворот правой стороны, фасад против часовой, вверх. Право против часовой вернули, фасад вернули по часовой. И уже теперь на два оборота нам нужно вернуть. Итак, у нас получилось, что у нас собраны все центры. И у нас собраны все парочки. Дальше кубик уже собирается, как кубик 3х3х3. Вот. Со сборкой центра, чтобы центр стоял на местах. Ну и все, как бы... Дальнейшая часть уже идет как 3х3х3. Столь лишь разница, что в серединке будет два слоя.